Община пророка Мусы, мир ему, была поражена засухой. Эта засуха стала причиной их многолетних страданий. Аллах удержал дождь, необходимый им для самоподдержания. Люди этой общины умирали, они страдали, и потом они пришли к Мусе, мир ему, и обратились к нему. «О, Муса, пойди и попроси своего Господа не спослать на нас дождь». Таким образом, Муса, мир ему, попросил, он взмолился к Аллаху, святу на велик, положить конец этой засухе, даровать облегчение уверовавшим и послать долгожданный дождь. Но Аллах, свят он и велик, сказал Мусе, что поистине он удерживал этот дождь, что значит, целиком вся община уверовавших страдала в это время из-за греха одного человека. Всевышний Аллах вверг их в это положение. Поистине это должно поселить страх в наши сердца. Вся община целиком страдала из-за греха только лишь одного человека среди них. Муса, мир ему, пришел к своему народу и сказал, «Поистине, Всевышний Аллах удерживает этот дождь из-за греха одного из вас, поэтому идите и покайтесь все пред Аллахом. Попросите прощения у Аллаха». Таким образом, один человек среди них, из-за чего греха община была лишена дождя, даже несмотря на то, что он и сам не знал, что это был он, все же он предстал перед Аллахом и взмолился ему и попросил Всевышнего Аллаха простить его и поклялся оставить этот грех. В тот самый момент Аллах, свят он и велик, простил его и с неба полил дождь. Муса, мир ему, рассердился и сказал, «Кто это был из вас? Кто из вас это был? Тогда Аллах, свят он и велик, сказал Мусе, «О, Муса, поистине, я сокрыл его грех в этом мире, и тебе следует скрыть его грех». Но мы видим определенный урок здесь. Дело не в знании того, что произошло, дело не в знании того, что была засуха, и то, что этот человек покаялся, и его грехи были прощены. Нет, мы должны уяснить для себя урок из этой истории. Этот случай, посланный Аллахом, свят он и велик. Да, это возможно. Вся община целиком на этой земле может страдать из-за греха одного из нас. Есть ли кто-либо из нас, кто не чувствует боли в своем сердце, когда видит, как бомбят газу? Есть ли хоть кто-нибудь среди нас, кто не чувствует боль в своем сердце, когда слышит, что наши сестры подвергаются насилию в Ираке? Разве есть среди нас тот, кто не переживает за эту общину? Поистине, нам есть о чем подумать. Не думай даже на мгновение, что ты отлучен от Сунна Аллаха. Да, может быть так, что из-за твоих грехов, а не чьих-то, именно твоих грехов, страдает вся община целиком. Не думай, что это происходит не из-за нас. Не думай, что Аллах освободил нас, что мы можем грешить, как хотим, и ослушаться Его, и при этом наша община не будет страдать. Так как Аллах Свят Он и Велик говорит, Поистине, не приходит беда, трудность или наказание к нам, кроме как из-за того, что сами же заработали. Аллах обращается к нам, к этой общине. Он не обращается к неверующим. Он не обращается к многобожникам. Он обращается к нам. Это говорит нам наш Господь. Каждое бедствие, каждая беда, что настигает нас, происходит только по причине нас самих. Будь это наши грехи, или же наше ослушание Аллаха, будь это наша разобщенность, или же внутренние конфликты, будь это из-за того, что мы оставили книгу Аллаха, или же из-за того, что впали в риба, ростовщичество. Никто не знает, что именно это может быть. Мораль здесь такова, что к каждому из нас следует взглянуть в свое сердце и сказать, возможно, это из-за греха, который я еще не оставил. Возможно, это из-за греха, который я совершаю в тайне, и никто о нем не знает. Если мы действительно любим эту общину, если мы по-настоящему любим Аллаха Святого на Велик, мы будем извлекать пользу из этих уроков, потому что именно для этого и приводит Аллах эти истории. Чтобы мы подготовились, это подарок, благодать, дарованная этой общине, и не дарованная больше ни одной общине. Первое, мы знаем свое прошлое, и знаем, что сунна Аллаха не меняется, что значит то, что мы должны смотреть на события вчерашнего дня. И вторая благодать, дарованная нам, и не дарованная больше никому на этом свете, это то, что мы знаем часть своего будущего. Мы знаем о вещах, которые должны произойти. Это подарок, дарованный нам Аллахом Святого на Велик, и которого нет больше ни у кого, чтобы мы могли готовиться к будущему. Это именно то, чем Аллах Святого на Велик желает нас наделить, как верующих. Но условием является, чтобы мы изучали слова Аллаха, изучали сунну Аллаха, чтобы мы изучали то, что ученые сказали об этих вещах, потому что этого недостаточно. Этого никогда не было достаточно, просто иметь намерение в своем сердце. Что я имею в виду этим? Я уверен, что абсолютно каждый мусульманин, если бы его спросили, «О мусульм! О Мухаммад! О Абдуллах!» «Есть ли у тебя намерение завоевать Аль-Кудс?» Он бы сказал, «Аллахи, у меня есть такое намерение». Каждый мусульманин имеет такое намерение, но одного намерения недостаточно. Потому что если ты спросишь, «Как ты собираешься сделать это?» Он не знает, как. Он даже не представляет себе, как это сделать. Он говорит, «Иншаллах! Я желаю видеть это!» Но не обратился к книге Аллаха, чтобы знать, как подготовиться. И это и есть то, что мы называем искренность, искренний, это не тот, кто просто говорит, «Иншаллах! Иншаллах!» Он тот, кто обращается к книге Аллаха Свят Он Велик, с целью осознать, что сунна Аллаха не меняется. Что дни, в которых мы проживаем сегодня, и уроки, которые нам нужно усвоить, поистине, они уже имели место быть до нас. Как же много среди нас беспечных, что мы даже не осознаем этого. Мы не видим, что положение, в котором мы находимся сегодня, уже случалось до нас. Дни, в которых мы живем, такие дни были и до нас. Что я имею в виду? Аль-Худс, Палестина, оккупированная сегодня сионистами. Лижний Восток, Ирак, Багдад, оккупированы американцами, крестоносцами. И есть ли разница между прошлым, когда Аль-Худс был оккупирован крестоносцами, а Ближний Восток, Ирак и Багдад, был оккупирован кем? Монгольской армией Чингисхана. Это произошло в прошлом. И Аллах говорит, сунна Аллаха не меняется. То есть, если мы хотим знать ответы для этой общины сегодня, то недостаточно просто размахиваться руками в воздух и говорить, что мы можем, что мы можем сделать. Горе нам, горе нам, мы не знаем, как ответить. Послание, ответ, план, все это имеется в истории прошлых дней. Как община, мы должны осознать, что все эти вещи имели место и прежде. Все ответы именно там, но мы игнорируем их. Поэтому каждому из нас надлежит знать свою историю, изучать свою историю, быть готовым к своему настоящему, зная свое прошлое. Хотите получать вознаграждения, равные нескольким месяцам непрерывного дауата, а то и больше? Делитесь нашими роликами с родными и близкими в ваших социальных сетях. И помните хадис посланника Аллаха, алейхиссаляту ассалям. Указавшему на благое, полагается такая же награда, как и совершившему его. Продолжение следует...